В легкоатлетическом манеже состоялся заключительный этап спартакиады среди воспитанников социальных учреждений города. В соревнованиях по легкой атлетике приняли участие ребята разных возрастов и степеней подготовки. Как отметили судьи, сильнейших в этой борьбе определить было непросто. Отрыв между лидерами и потерпевшими поражение был минимальным. Более подробно о событии и его участниках расскажем далее. Мальчишки и девчонки от 7 лет до 17 сегодня собрались в одно время и в одном месте с единственной целью – продемонстрировать свои спортивные умения. В легкоатлетическом манеже состоялось закрытие спартакиады среди воспитанников социальных учреждений города. Мероприятие яркое, масштабное, традиционное. Спартакиады проводятся каждый год, но в том году в связи с пандемией они не были проведены. И уже немного позабыто, решили в этом году вспомнить. Проводится среди пяти учреждений – СРЦ, Родника, Надежды, Семьи и СКШИ номер пять. В течение последних месяцев ребята состязались сразу в нескольких видах спорта. Играли в баскетбол, футбол, волейбол, настольный теннис и мини-футбол. В финале стартов им предстояло принять участие в соревнованиях по легкой атлетике. На дорожке вышли пять команд, по шесть человек в каждой. В составе ребята младшего, среднего и старшего возрастов. В программе соревнований бег на 30, 60 и 100 метров, прыжки в длину и эстафета. Яркие эмоции, драйв и, конечно, непростая борьба за лидерство. Ребята выкладываются на все сто. Ставку на отличный результат делают в своем выступлении воспитанники школы-интерната номер пять. Они рассказывают спорту в их учреждении и уделяется особое внимание. Я готова, я знаю, что если я побегу, то мои лидерские качества, они в принципе не дадут, чтобы впереди кто-то был. Не менее уверены в себе мальчишки и девчонки из Центра помощи детям «Надежда». Эти ребята в белом нацелены исключительно на победу. За плечами у каждого множество соревнований, успешно пройденных. Я несколько лет назад бегал, на футболе бегал. И недавно тоже футбол брал, я быстро там бегал. Борьба за первое место развернулась серьезно. Судьям пришлось непросто, однако итоги все же были подведены. Абсолютными победителями спартакиады стали ребята из школы-интерната «Семья». Второе место за Центром помощи детям «Родник». На третьем школа-интернат номер пять, а четвертое место в спартакиаде завоевал Центр помощи детям «Надежда». Победителям вручили кубки и дипломы. Также каждый из участников получил от организаторов спортивного праздника сладкие подарки. И, конечно, приглашения на следующие старты. Евгения Солхудинова, Александр Макаров, телекомпания ТВИН.